Большой взрыв Космологическая теория начала расширения Вселенной Перед которым Вселенная гипотетически находилась в неком сингулярном состоянии Характеризующемся бесконечной плотностью и температурой вещества По современным представлениям Вселенная образовалась 13,7 млрд лет тому назад Внешне благопристойная, похожая на научную теорию Как во всем этом разобраться и в чем подвох? Первый подвох в нарушении причинно-следственных связей Что такое нарушение причинно-следственных связей Можно понять на простом примере Миша стряпал пончики на кухне В результате пончика появилась кухня Может ли пончик создать, породить, воплотить кухню? Это невозможно Причинно-следственная связь в таком построении отсутствует Построение, опирающееся на подобные принципы Не является научным продуктом В любом случае, пирожок не может породить пространство кухни Хотя бы потому, что материя вторична к пространству Материя вторична к пространству И это очень важный момент Материя в принципе не определяет И не может определять никаких пространственных свойств Это доказывается простейшими экспериментами Например, мы можем сколько угодно насыщать пространство материи Пространство от этого ни больше, ни меньше не станет Мы можем заполнить банку газом Заполнить веществом большей плотности Например, заполнить свинцом Объемность от этого никак не изменится Пространство от этого никаким образом не растянется Если мы накачаем некий сосуд газом под давлением Мы создадим напряжение на стенках сосуда На поверхности сосуда Но тем самым мы никак не сможем повлиять на само пространство В котором расположен опытный сосуд Пространство вообще никак не зависит от материи Это так же просто, как то, что сыр может произойти от коровы А корова не может произойти от сыра Так же и пространство Пространство вообще никак не зависит от материи Рассмотрим детально теорию большого взрыва С чего она начинается Обратите внимание на исходные условия На эти самые ключевые, больше взрывные словосочетания Зарождение Вселенной Возникновение Вселенной Происхождение Вселенной Если Вселенная зародилась Значит был некий момент зарождения Вселенной И если мы привяжем к нашему календарю То по представлениям ряда теоретиков 13,7 миллиарда лет назад В некую пятницу или например во вторник Имело место означенное событие Зарождение Вселенной А конкретно что зародилось Вселенная это что Теоретики большого взрыва говорить об этом не очень любят Предпочитают этот момент вообще пропускать Но Вселенная это материя и пространство То есть наличие два аспекта Пространственный и материальный Под зарождение Вселенной Подразумевается зарождение пространства И зарождение материи Смотрим по пунктам Что значит зародилось пространство И что собственно зародилось Зародился некий светлый образ пространства Или зародились какие-то конкретные физические свойства Нас интересуют конкретные физические свойства Прежде чем перейти к этому вопросу подробно Не лишним будет напомнить пару моментов Чем ученый отличается от моченого И чем дырка от бублика Отличается от пространства Дырка от бублика является не пространством А частью пространства И для обозначения частей пространства Есть соответствующий термин Место Место это часть пространства Занимаемого объектом Термин известный И прикинуться что мол мы в домике Не знали не слышали не получится Этот термин использовался еще Ньютоном Ученый отличается от моченого тем Что все термины которыми пользуются ученый Четко и внятно определены То есть неведомая хрень у ученого Расширяться не может Расширяться у ученого может что-то конкретное Имеющее внятное определение Построенное в рамках научного метода Моченые же наоборот Могут позволить себе Вместо четких определений Любое интуитивно неопределенное хрюму Или бебе Или вообще написать Что данное понятие неопределяемо Естественно что представления о пространстве У ученых и у моченых разные У моченых пространство Это изначально неопределенный светлый образ А вот ученым про пространство Известны вполне конкретные факты Что пространство это объект Реально существующий в природе И пространство это действительно объект Существующий вне зависимости От пожеланий любых субъектов Этот объект не материален Материальная составляющая пространства Равна нулю Пространство вообще не состоит из материи Оно может только вмещать в себя материю Основное физическое свойство пространства Это степень свободы Выражаясь проще Отсутствие ограничений Для существования И перемещения материи Выражаясь совсем просто Пространство это не материальное ничто Вот оно есть Мы все в нем находимся Пространство определяет геометрию Но в материальном плане Пространство ничего из себя не представляет Пространство невозможно убрать Невозможно принести Нельзя взять за угол пространства И перетащить Невозможно растянуть Или сжать То чего в материальном плане Не существует Мы не можем просверлить в пространстве Дырку Или высосать пространство пылесосом В материальном плане Пространства нет В материальном плане Это одно большое ничего То есть под зарождением пространства Может подразумеваться Только зарождение ничего Рассмотрим этот момент Момент зарождения ничего Подробно С позиции логики То что со стороны пространства Действительно отсутствуют Какие-либо ограничения Для перемещения материи Подтверждается экспериментально Вы легко можете Направить пучок фотонов В любом из направлений Или бросить репу на северо-запад Для пущей наукообразности Можно переместить в пространстве Старной шар массы М Суть от этого не меняется Со стороны пространства Ограничений для перемещения Материи нет Препятствовать перемещению материи В пространстве может только другая материя Но не само пространство Объемность пространства Это прямое следствие Отсутствие ограничений Для перемещения Если есть свобода В одном направлении Для перемещения тела Значит есть протяженность Если свобода В двух направлениях Значит есть двумерная протяженность Другими словами Величина площади Физическая величина Если есть полная свобода Во всех направлениях Для перемещения тела Значит есть объем И пространство у нас действительно объемное. И основное физическое свойство пространства это отсутствие ограничений для перемещения любых объектов. Причем опять важно уточнить, что речь ведется не о каких-либо материальных ограничениях, а именно о внутри пространственных, не связанных с материей. И в природе мы знаем, что любое ограничение опять же носит не пространственный, а материальный характер. Стена это материя, все препятствия материальны. Убираем материю, препятствовать нечем. А что такое отсутствие? Вот у нас со стороны пространства есть основное физическое свойство отсутствия ограничений для перемещения объектов. Что мы знаем про отсутствие? Как отсутствие может появиться по чьей-то прихоти или исчезнуть? С позиции логики ни в какую пятницу отсутствие как самостоятельное явление зародиться не может. Давайте на доходчивых примерах. Это хрен. А это не хрена. Это бревно. А это не бревна. Чем одно ни хрена отличается от другого ни бревна. Фундаментально ничем. Если нет вообще ничего, то уже не принципиально чего именно могло не быть. От применительных пространств у нас вообще нет какой-либо материальной составляющей. То есть нет ничего, одно большое ни хрена. И вот теоретики большого взрыва выдают, что сначала было полная ни хрена, а потом во вторник 13,7 миллиардов лет тому назад появилась ни хрена. Бац! И в один миг не стало ограничений для перемещения материи. Сам по себе такой подход, то это полное отсутствие логики и безграмотности. Давайте на доходчивых примерах. Приходите вы к артиллеристу и говорите, 17 февраля в 12 часов по полудни у вас в кармане не стало бронебойного снаряда. Точнее, до 17 февраля было все нормально, снаряда вообще не было. А потом бац! И внезапно появилось полное отсутствие бронебойного снаряда. Ровно в 12 часов по полудни. Что подумает добрый артиллерист? Он может подумать, а куда собственно от этой говорящей головы отскочил снаряд. Потому что пробить такой мыслительный чугунь снаряд вряд ли бы смог. Реально, теоретики большого взрыва просто плохо знакомы с матчастью, с тем, что представляет из себя пространство. Пространство у них интуитивно осознаваемое понятие. Потому что с приходом Лобачевщины в образовании запретили давать теорию пространства, запретили давать элементарное определение пространства. И теперь у тех, кто бредит о большом взрыве, нет элементарных базовых знаний о физике пространства. У них реально светлый образ пространства и никаких конкретных знаний. Проверьте сами, откройте учебник геометрии, откройте справочник по физике, вы не найдете там элементарного определения пространства. В 19 веке прибрежный шкаляр знал, что такое пространство, а середины 20-го доктора наук этого не знают. И теперь у них пространство появилось во вторник. И они вещают это на студентов, превращая студентов в неспособное мыслить быдло. Если мы запишем пространственный аспект большого взрыва в приземленных, передающих смысл терминах, то получится следующее. Однажды, никогда, в самом центре нигде, было полная нихрена. Но эта нихрена была квелая, невнятная, практически никакая. И вот из нигде, то тут, то там, внутри нигды, стала появляться настоящая нихрена. Сначала это были легкие, едва различимые облики нихрены. Но нихрена сгущалась и нарастала. И вот 13,7 миллиардов лет тому назад, неудержимые потоки нихрены хлынули в нихрину. И это стало кульминацией появления нихрены из нихрены. Вот такая наукообразность заложена в теорию большого взрыва. Наличие четких нервных определений – это требование научного метода. Теория большого взрыва на помойку летит сразу по формальным признакам. Если вы не можете обозначить исходное определение того же пространства, то вы не ученый, а моченый. Это сборище причесанных голов действительно не может ни нахрюкать, ни наблеять строгое научное определение пространства. Часть моченых от безысходности исполняет следующее. Пространство – неопределяемое понятие. Как только они к такому ходу прибегли, так сразу перешли из категории ученых в категорию безграмотных шарлатанов. При этом надо отметить, что на самом деле определение пространства и вселенной есть, известно, и согласно научного метода они должны были эти определения использовать. Но с их теорией научный метод не сходится, и граждане про строгие определения как бы забывают и предъявляют неопределяемый суррогат. Чтобы никто их носом не тыкал, преподавание научного метода заблаговременно исключено из образовательных программ. То есть теперь ученые как бы есть, но что такое научный метод, они не в курсе. Они используют другой метод. Метод построения теории по принципу «Ямы от земли до неба». Сказка про то, чего в принципе не может быть. Как только даются четкие определения всех терминов, «Яма от земли до неба» перестает существовать. Безграмотность становится очевидна. Используемый метод изначально шулерский. Сначала огородится конструкция по типу. Если бы у бабушки был клюв, то она могла бы склевать пространство. И пространству пришлось по новой зарождаться. Затем отрывается, прячется начальный кусок теории, где написано про бабушку ее клюв. А сама теория теперь начинается с начала расширения Вселенной. И это все выдается за научный продукт. И теперь специально для моченых приходится объяснять, что клюв у бабушки не в заправдничной. И склевать пространство она не смогла бы. Что пространство вообще не клюется. И далее по пунктам. Что нет никакой межгалактической перхоти, темных материй, темных энергий, кротовых нор, червоточин и прочей чуши. С пространственным аспектом разобрались. Давайте посмотрим, что у теории Большого Взрыва с материальным аспектом. Если рассматривать версию Большого Взрыва с позиции классической механики, то мы приходим к явному противоречию. Если трактовать Большой Взрыв как одномоментный сплеск сингулярности, материя образовалась и разлетается, тогда по версии прямого притяжения, версия Взрыв плюс прямое притяжение, в наличии имеются всего две силовых динамики. Первая – динамика разлета масс из единого центра. Результат моделирования безальтернативно дает расширяющуюся сферу. И вторая динамика – стягивание масс, сосредоточенных на поверхности разлетающейся сферы, в частные центры масс. Обе обозначенные динамики ни по раздельности, ни по совокупности, по версии прямого тяготения, ни при каких обстоятельствах не дают равномерного распределения масс по пространству. То есть нет никакой, даже малейшей теоретической возможности для равномерного распределения вещества во Вселенной. Равномерное поле галактик получить невозможно. То есть Вселенную в том виде, в котором мы ее наблюдаем, большим взрывом получить невозможно в принципе. Подробнее. При разлюте общая динамика формула выражается как единица, деленная на r квадрат. Результат взрыва – однозначно расширяющаяся сфера. И вся исходная материя находится не где-то там, не приведи где, а именно на поверхности расширяющейся сферы. Предположим, протоматерия разлетается в ненасыщенное пространство. Имеется начальная скорость расширения разлета. То есть наличие всего две силовых динамики. Стартовая разлета и сдерживающая притяжение. Динамика разлета дает сферу. Динамика притяжения вносит два фактора. Замедление разлета. Количественно более слабая динамика зависит только от k, деленная на r квадрат. И нарушение целостности сферы. Разрыв ее, как мыльного пузыря. Количественно более сильная динамика зависит от того же k, деленная на r квадрат. Только при гораздо меньших r. Ни одна из этих динамик не дает тенденции к равномерности распределения массового силен. Следовательно, в силовом плане равномерное распределение по версии взрыв притяжения невозможно. Нет соответствующего силового фактора. А раз нет силового фактора, значит и невозможно таковое явление, как равномерность на макроуровне. По версии большого взрыва невозможно. А раз версия не дает равномерного распределения, то не минуем лавинообразный процесс. Наш же мир на протяжении держится, по их версии. В природе же мы лавинообразного процесса не наблюдаем. И сфер никаких не наблюдаем. Наоборот, на макроуровне группы галактик. Наблюдается именно равномерность распределения масс в пространстве. А это значит, что версия одиночного большого взрыва по версии притяжения неадекватна. Научных способов нет. Хоть завзрывайся. Это значит, что и по пространственному, и по материальному аспекту большой взрыв полная безмозглость. Исключительно слабоумный продукт, который невозможен физически, не дает вселенной в известном науке вид. Далее. Версии множественных больших взрывов. Когда у моченых не сошлась теория единого взрыва, единичного взрыва, они начали сочинять версии множественного взрыва. Но версии множественных взрывов, опять же, невозможны сразу по нескольким факторам. Они, опять же, не приводят к равномерному заполнению пространства материи и приводят к обвалу вселенной в один лавинообразный процесс слабоума. А также противоречат реликтовым проявлениям. Версия множественных взрывов в линейном выражении соответствует следующей схеме. Если трактовать реликтовое излучение как явление полного цикла обращения материи, то по своим проявлениям реликтовое излучение количественно, недостаточно и даже с большим натягом не может быть следствием большого взрыва. Поскольку реликтовое излучение, рассматриваемое как процесс, сопровождающий зарождение Вселенной, имело бы количественные показатели, несопоставимо превышающие фиксируемые проявления. У нас бы вместо реликтового излучения имели бы место вселенские сотрясения чрезвычайной мощности. В подобной схеме зарождение каждой частной Вселенной приводило бы к разрушительному для соседних Вселенных излучению. А по факту мы фиксируем всего лишь мелкие реликтовые охлопки, которые пристойно вписываются именно в схему излучения, а не в схему взрыва. И слово реликтовый вообще не имеет смысла применять. Какой реликтовый? По всем проявлениям это вполне современный вяло текущий процесс. А вот реликтовые мега-всплески, если бы таковые наблюдались, могли бы свидетельствовать в пользу версии большого взрыва. Но это как ожидать от кирпича квадратных кругов на воде. Представьте себе, что будет с соседними Вселенными, если одна из них рванет в большом взрыве. Соседи сметет. У нас в космосе нет заборов, за которые можно спрятать Вселенные друг от друга. По общему результату. Исходя из наблюдаемых проявлений, а именно из равномерности распределения масс в доступной части Вселенной, наиболее вероятным космологическим сценарием является версия кипящих Вселенных, точнее выражаясь одной бескрайней кипящей Вселенной, в которой зарождение и свертывание материи является постоянным, вяло протекающим процессом, которые вполне могут сопровождаться в так называемом реликтовом излучении. Еще раз простыми доступными словами. Почему несостоятельны любые версии большого взрыва? Большой взрыв плюс притяжение не дает равномерного распределения вещества на макроуровне. Нет таких сценариев взрыв плюс притяжение, при которых в конечной фазе будет равномерное распределение вещества. Вероятность такового стремится к нулю, по всем без исключения версиям большого взрыва. Сценарий 1. Лавинообразный процесс образования. Ученые, утверждающие обратное, являются бессовестными лжецами, безграмотными чудами, самыми обыкновенными шарлатанами от науки. Может ли однажды быть то, чего не может быть? Не может. Забудьте про теорию большого взрыва. В научном смысле ее нет и никогда не существовало. Она накрылась медным тазом, накрылась ржавой сковородкой. Теория большого взрыва построена вне рамок научного метода с грубейшими нарушениями логики. А теперь внимание! Откровение академика о пространстве. Это не просто там хипстер с заваленки. Это Валерий Рубаков, академик РАМ, член комиссии по борьбе со лженаукой. Тот, кто должен реально бороться со лженаукой. А в реальности он сам эту лженауку пропагандирует. Это как если бы мышь поставили сторожить сыр. Сейчас академик Рубаков коротко и ясно поведает нам о растяжении нихрены. Приятного просмотра! Что это за стадия такая? Она должна обладать очень необычными свойствами. Вам нужно сильно растянуть пространство. Вам нужно сильно растянуть пространство. Вам нужно сильно растянуть пространство. Чтобы у вас неоднородности мелкомасштабные стали получили огромный размер. Стали неоднородностями огромного размера. Отдельно стоит прокомментировать версии ускоренного разлета Вселенной. Изначально само слово сочетание разлет Вселенной безграмотно. Корректно говорить о разлете наблюдаемой части Вселенной. Это принципиально разные вещи. Если мы надули шарик, то это не означает, что надулась Вселенная. Итак, смотрим детали. Вот взорвалось. Разлетаемся мы в бескрайние просторы. То, откуда мы разлетаемся, называется единый центр масс. Мы же все оттуда стартанули. И силы никто не отменял. И по Ньютону это силы притяжения. Согласно силам, нас всех должно в этот общий центр масс возвращать и возвращать с ускорения. То есть, согласно закону о физике, мы должны всей Вселенной не разлетаться ускоренно, а как минимум ускоренно тормозиться и падать обратно в центр масс. Давайте насладимся физической красотой момента на доходчивых примерах. Воспользуемся батутом. Пусть Земля в нашем примере будет центром масс, той точкой, откуда рванулась сингулярность и материя разлетелась. А дежурный академик будет частью той материи, которая разлетается по версии Большого Взрыва. Давайте запустим академика от Земли. Пусть академик хорошенько так на батуте подпрыгнет. Есть ли у академика хоть какая-то возможность улететь от Земли, от батута, ускоренно? Вот он оттолкнулся, подлетает и набирает скорость, улетает в космос дальний. Каково? На данном графике, зависимость силы от расстояния, мы наглядно видим, что как бы далеко академик не подпрыгивал, возвращающая сила хоть и будет уменьшаться с расстоянием, но не станет меньше нуля. И в любом случае, академик от Земли не ускорится. Даже если он будет дрыгать ножками и ручками, он не сможет ускориться от Земли. Аналогично, ни одна масса во Вселенной не смогла бы ускоренно удаляться от единого центра массы. Так что по результатам проверки на логичность современных космологических воззрений, мы получаем, что каждая молекула Большого Взрыва успешно распадается, на атомы маразма с обильным выделением изотопов мыслительной кураги.